Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. До 40 градусов на Алтайский край надвигается аномальная жара. Нападает на взрослых и детей, держит в страхе весь двор. Кто избавит жителей улицы Малахова от неприятного соседства с Коршином? Время отпусков. Эксперты рассказали, как перезагрузить тело и мозги. Аномальная жара снова наступает на Алтайский край. Уже завтра температура воздуха начнет подниматься. По предварительным данным гидромедцентра, зной продержится до выходных, а столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 37 градусов. Смена погоды связана с наступлением на регион западного антициклона. По предварительным данным, самым жарким днем станет пятница 14 июля. Отмечается, что вместе с приходом аномальной жары в крае сохранится повышенная пожароопасность. В Барнауле продолжается борьба между пернатами и жителями дома на Малахово. Уже долгое время людей терроризирует пара коршунов. Одна из птиц нападает на взрослых и детей. Пока ведомства решают, чья же это зона ответственности, люди продолжают с опаской смотреть на небо. Мы вновь вернулись на этот адрес, но уже с орнитологом. Они просто беспокоятся. Звуки тревоги. А как беспокоятся местные жители? Соседство с коршуном, его подругой и потомством стало невыносимым для жильцов дома на Малахово 79. Детская площадка пустует. Люди с опаской смотрят на небо. Птица уже много раз нападала на взрослых и детей. Специалистов такая агрессия удивляет. Коршун оказался с характером. Они обычно очень такие спокойные. А с чем может быть связано такое поведение? Ну, вероятно, может быть, такая особь попалась. Все-таки особь какая-то попалась. Но особое, что у нее что-то есть агрессивное. И есть такое мнение вообще, то есть как не то, что мнение, а вот из наблюдений, так сказать, если птица выращенная в неволе и выпущенная становится дикой, так сказать, ну, в смысле, она может вести себя более агрессивно. Об этой истории, кажется, знает уже весь город. Почти все, кого мы встречали во дворе еще в прошлом месяце, пострадали от когтей коршуна. Люди натягивают капюшоны, вооружаются подручными средствами. Ой, ждите, сейчас дам. Так, а вы без зонтика сейчас не выходите? Нет, без зонтика я уже не хожу, потому что я боюсь, он сильно... Мы на скамеечке находились, и мужчина стукнул так, что было слышно звук вот этого вот, как он клюнул. В администрацию Ленинского района поступали обращения от местных жителей. Но там сегодня сообщили, что нападки коршуна не относятся к компетенции администрации. Орнитолог Виктор Петров считает, что для начала необходимо проверить, есть ли вообще в гнезде яйца или птенцы, чтобы понять, стоит ли ждать, когда птицы покинут гнездо, или уже изъять его, чтобы выкормить птенцов. На самом деле, если даже вылавливать, ну, вот такими методами, или это самое, то все равно надо брать разрешение управления охотничьего хозяйства, это Министерство природных ресурсов. Несколько наших источников настаивают, что это действительно сфера ответственности Министерства природы. Но в ведомстве в очередной раз заявили, что коршун не их проблема. Справедливости ради представители Минприроды уже выезжали на место и хотели изъять гнездо. Но жители другого дома, которым коршун не мешает, не дали этого сделать. А тем временем редакция толка подготовила запрос в правоохранительные органы. Неужели ни одно из ведомств не может решить эту проблему? Без вреда для птиц и людей. И почему до сих пор это никто не сделал? Ирина Корчегина, Владислав Ковалев, День с толком. Продолжим. Алтайский край готов к применению новой системы дистанционного электронного голосования на грядущих выборах губернатора в сентябре. Это станет возможным благодаря хорошей технической оснащенности жителей региона, сообщили в Краевом избиркоме. Общая доля домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, составляет почти 80%. А охват мобильной связью превышает 85% населения края. Чтобы проголосовать онлайн, необходимо иметь регистрацию в регионе и подтвержденный аккаунт на госуслугах. Там в разделе «Мои выборы» будет ссылка с подробной информацией. Подать заявление на участие в формате дистанционки можно с 24 августа по 4 сентября. В эти же сроки заявку можно будет отозвать. Интересно то, что цифровой бюллетень нельзя будет испортить, а наблюдать за ДЭК сможет любой желающий. Электронное голосование пройдет с 8 утра 8 сентября до 8 вечера 10 сентября. Алтай посетили торговые представители России в шести странах – от Южной Америки и Европы до Юго-Восточной Азии. Делегаты обсудили направление сотрудничества с предпринимателями нашего региона. Сельхозпроизводство, металлургия, пищевая промышленность – Алтайскому краю есть что предложить гостям. Одной из стратегических точек взаимодействия стал Барнаульский пивоваренный завод. Собственная солодовня и вода из чистейших скважин – так удивляет гостей Барнаульский пивоваренный завод. Делегаты из Казахстана, Китая, Кореи, Филиппин, Швейцарии и Аргентины сегодня присматриваются к алтайскому рынку. Для предприятия это возможность вывести продукцию на международный уровень. На первый взгляд кажется, что Алтай находится где-то в глубинке нашей страны. На самом деле именно этот бренд Алтай, горы алтайские и так далее, известны далеко за его пределами. В Китае особенно все знают, что такое Алтай, что такое чистая вода с Алтая и, соответственно, продукция, произведенная на основе чистой воды. Барнаульский завод поставляет свои напитки по всей России, СНГ, Китаю и ближнему зарубежью. Но, например, со Швейцарией и Аргентиной взаимодействуют впервые. Страну Альп, кстати, уже заинтересовала возможность поставки пивной дробины. Производство на пивоваренном заводе безотходное. Выжимка идет на комбикорм. В Швейцарии это страна коров. Если это качественные жмыхи, как вы говорите, именно качественные. Сверх качественные. Потому что к нам, в принципе, завозят жмыхи, но их недостаточно. Жмых, зерно, белковые отстои и пивные дрожжи перерабатываются в питательные корма для животных. Поставка такой продукции уже идет в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. На встречу участники обсудили перспективы сотрудничества и обменялись контактами. А вот для Казахстана это уже не первое взаимодействие с Барнаульским заводом. Сильное предприятие с шикарной технологической базой производит как алкогольные, так и безалкогольные напитки. Уже работает на рынке Казахстана. Ну и, как я уже говорил, конечно, хотели бы увеличить свое присутствие. Регион мог бы представлять новые компании, которые заинтересованы в выходе на казахстанский рынок. Мы бы могли доводить обновленную информацию, как статистическую, аналитическую. Ну и подсказывать, что вообще меняется в законодательстве, либо на рынке страны, в которой мы работаем. За время пребывания делегаты посетили и другие предприятия региона, отметив, что Алтай обладает высоким экспортным потенциалом. А также рассказали об экономических возможностях стран своего присутствия. Новые транспортные коридоры – такова цель встречи. Добавим, проходит она в рамках акции Министерства промышленности и торговли России «Неделя торговых представителей РФ в иностранных государствах». Мария Мацев, Владислав Ковалев, День с толком. Зашел на чай и поздравил с золотым юбилеем. В День семьи любви и верности, который в России отмечали 8 июля, губернатор края Виктор Томенко поздравил семью польских из барнаульского поселка Ягодное, которые отметили 50-летие со дня свадьбы. Подробнее в сюжете. От меня примите самые добрые слова с пожеланиями. Пусть любовь, согласие, счастье будет в вашем доме. Самые теплые пожелания в особенный день. Виктор Томенко поздравляет семью польских с юбилеем – 50-летием совместной жизни. До личного знакомства с виновниками торжества глава региона пообщался с парой по видеосвязи. Привет. Работаю сегодня в Казани. У нас большая делегация. День российского поля проходит в стране. Но я знаю, что у вас сегодня замечательное событие. Проходит оно как раз у нас в преддверии Дня семьи, любви, верности. Мы вас тоже поздравляем с наступающим праздником семьи, любви и верности. И приглашаем вас на чашечку чая к нам в гости. По возвращению из командировки Виктор Томенко приехал в гости к Борису и Ольге Польских. Юбиляры познакомили со своими детьми, показали фотографии и семейный музей, где хранится история нескольких поколений и поговорили о важном – за чашкой чая. Надо почаще, чтобы и внуки, и дети находили хоть минутку, хоть денек, приехать всем побыть вместе. Это, наверное, самые счастливые, получается, дни. Борис Иванович и Ольга Александровна познакомились в школе в седьмом классе. После учебы он работал инженером, она учителем, воспитали троих детей. Сейчас оба на пенсии. Хозяйка дома просветительскую деятельность не завершила. Пишет книги, написала роман об истории своей семьи. Подписанный экземпляр подарила главе региона. В честь золотого юбилея в ЗАГСе торжественно зарегистрировали брак в книге почетных регистраций. В честь годовщины семья получила юбилейное свидетельство. Виктор Томенко отметил, что у супруги польских настоящая алтайская семья, с которой можно смело брать пример. Валентина Аскерова. День с толком. Продолжим. Июль – один из самых популярных месяцев для отдыха. Однако, чтобы человек почувствовал себя действительно отдохнувшим, эксперты советуют проводить отпуск правильно. Как это сделать с максимальной выгодой для тела и образа жизни в целом, выяснял наш корреспондент Данил Кузнецов. Лето считается лучшей порой, чтобы отдохнуть от работы. Однако отпуск нужно проводить с умом, уверены эксперты. В первую очередь необходимо брать для отдыха минимум 14 дней. Ведь только чтобы переключиться с трудовых будней, мозгу требуется около недели. Не помешает сменить и окружающий фон. То есть у нас мозг привыкает работать в одном режиме, а нам ему нужно давать возможность работать еще и в другом. Тогда он расслабляется. Поэтому, если ты расслаблялся, то ты должен поактивничать. Если ты, наоборот, активничал, то ты должен расслабиться. Если советом пренебречь, то мозг и тело могут просто не почувствовать себя отдохнувшими. Как следствие, выделение гормонов счастья не нормализуется. Однако секрет хорошо проведенного отпуска касается не только смены деятельности, но и всего образа жизни. Наш организм перестраивается. Он не готов к такой жаркой погоде. И он требует для тебя именно то, что ему нужно. Ему нужна более легкая калорийная пища. Ему нужна больше жидкости. Ему нужно тепло. Отпуск – это наилучшее время приобрести новые привычки. К примеру, спортивные. Способствует этому витамин D, который мы получаем от солнечных лучей. Он положительно влияет на гормоны счастья, поэтому энергии и мотивации появляется больше. Кстати, отказ от плохого в отпускной период тоже осуществляется в разы проще. Сможете вы бросить курить или нет – это ваша сила воли, но в два-три раза уменьшить количество выкуренных сигарет, как правило, если вы проанализируете себя и своих курящих друзей, то, как правило, за время отпуска они все курят значительно меньше, потому что стресса нет. А чтобы после отпуска не растерять приобретенные привычки, необходимо ставить для себя дальнейшие цели в этом направлении. И тогда за время отдыха перезагрузится не только тело, но и мышление. В любом случае, медики советуют не пренебрегать отдыхом. И один, а то и пару раз в год обязательно отвлекаться от работы. Иначе можно поплатиться полнейшим выгоранием и заработать проблемы со здоровьем. В Барнауле продолжается плановое благоустройство парков по нацпроекту «Жилье и городская среда». Так, в Изумрудном уже приобретает облик будущий амфитеатр, в Центральном скоро запустят обновленный фонтан, а в Юбилейном завершат этап основного благоустройства. Какие еще обновления на радость горожанам появятся в парках и все ли работы идут по графику, узнаем далее. Глобально этим летом меняется Центральный парк. Там уже выложили пешеходные дорожки, провели проводку для освещения и смонтировали каркас беседки возле фонтана. Ход строительства оценил заместитель главы администрации города Антон Шаломенцев. Завершается реконструкция главной изюминки парка – фонтана. Запустить его в тестовом режиме планируют в августе. Далее уличная отделка и освещение. Работы идут с опережением, рассказывает подрядчик. Поэтому сдать обновленный парк получится уже в сентябре. Особую пышность этим летом приобретает изумрудный. Большую часть его объемных работ завершат в августе. Так реставрируют центральный вход с колоннадами, стараясь сохранить исторический облик ворот. Из современного добавили ограждения со встроенными сидениями. А в гуще парка из фундамента уже залита сцена. И зрительские места – это каркас строящегося амфитеатра. Из финальных штрихов здесь также доделывают пешеходные дорожки. Готовность мы ожидаем к середине августа. И уже процент выполнения нам говорит о том, что никаких проблем с этим не будет. Работы здесь в основном связаны, конечно, с плиточным покрытием, с устройством дорожек. Есть такие работы, которые более капитального характера. Например, амфитеатр. Под нему было серьезное сооружение, стальные каркасы, фундаменты. Все это будет обшито в единую стилистику с парком деревом. И в дальнейшем будет использоваться всеми посетителями. Что касается парка «Юбилейный», Антон Шаламенцев сообщил, что в ближайшее время здесь приступят к асфальтированию велобеговой дорожки. Это более 70% от общего объема работ. Напомним, благоустраивают парки «Центральный юбилейный» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также за счет средств краевого и городского бюджетов продолжают благоустраивать парк «Изумрудный». На все парки в этом году выделено более 350 миллионов рублей. Татьяна Голубева, День Столка. Мяч, песок, бассейн, красивые девушки, море эмоций. В Барнауле прошли соревнования по пляжному волейболу среди женщин. Соревнования подобного формата в Крэво-столице проходят впервые, но приехали на них команды со всей России. Кто одержал победу, узнаем далее. Самый эмоциональный, но при этом изящный и симпатичный вид спорта – женский пляжный волейбол. Спортсменки из Новосибирска, Киселевска, Барнаула отбивают друг другу мяч. Заявлено больше 30 команд из разных регионов. В нашем городе турнир такого масштаба проводят впервые. Барнаул всегда очень встречает по-дружески. И всегда проходит он параллельно с мужскими играми. То есть там тоже наши друзья. И мне кажется, уровень растет с каждым годом. Поэтому, наверное, и отделили эти два мероприятия – мужской и женский турнир. Играют и девочки, и девушки. Профи и любители. По правилам пропустить можно до двух поражений. Усложняется задача составом команд. В них всего по два участника. Намного больше ответственности у тебя на площадке, нежели когда ты играешь в классическом волейболе. Там у тебя одна своя позиция, своя мкла, за которую ты несешь ответственность и играешь. Знаешь точно, что и как тебе нужно сделать. А здесь большая ответственность. Нужно много бегать, думать. Но все же главная сложность, рассказывает тренер, собладать со своими эмоциями перед соперником. У нас перепадок настроения бывает. То есть мы можем как играть с самой сильной командой на эмоциях. То есть прям заряжаться эмоциями. А можем проиграть с самой слабой, потому что просто играть без эмоций, без каких-либо. Но также вот, например, я выступаю как тренер у девочек, у маленьких. И тоже, естественно, с девочками намного тяжелее, чем с мальчиками. Потому что то слезы, то радость. И пока девушки выплескивают свои эмоции под пляжным солнцем, мужская половина болельщиков не скрывает спортивный интерес. Песня сущная. Я там, ох, посматриваю. Периодически так правым глазом, пока жена не видит. А между тем победили команды из Новосибирска и Барнаула. Они и поделят призовой фонд в 160 тысяч рублей. Организаторы турнира отметили такие подарки – поощрение для старта. Ведь дальше они планируют не только сделать соревнования традиционными, но и расширить географию участников. А на этом у меня все новости. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова